Всем привет, с вами я Александр Платахиан и это канал APGame. Сегодня мы поиграем в такую замечательную игру как Формула 1 2014. Это будет такой маленький выпуск, посмотрим как раз на эту трассу, которую вы сейчас видите на экранах. Это была трасса Сочи, автодром Сочи. Поиграем за Даниила Квята, проедем несколько кругов и, пожалуй, начнем. Вот, в общем, мы выбрали Даниила Квята и сейчас попробуем выбрать... Давайте... Сколько? Давайте пять кругов проедем, попробуем. Так, это что у нас? Квалификация? Еще нет. Давайте нам... Квалификация нам не нужна, просто проедем, да. Так, в общем, настроили. Давайте выберем трассу. Где же тут? Вот он, Гран-при России, Сочи, автодром. Давайте попробуем, что он у себя представляет. Мы сейчас с вами покатаемся рядом с олимпийскими объектами Сочи, на которых проходила Олимпиада в 2014 году. Так, загрузка. Сочи, автодром. Вот это, кажется, дворец Шайба. Я не помню все ее названия. Так, садится наш пилот в... болид. И что мы сейчас сразу, надеюсь, да, поедем? Что-то, в общем, с нами делают. Надеюсь, что мы сразу поедем. Или... Квалификация должна быть. Go to track. Так, вот, мы начинаем гонку на 13-й позиции. Впереди нас Райканин, или как Райканин? Ой-ой-ой, старт уже был. На 14-й позиции. Теперь на 15-й. Да, неудачный старт. Всему виной. Сразу на 19-й откатились. Сутиль. На 17-й позиции. 19-й. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это я не заметил. Здесь мне никаких штрафных санкций не дадут. Ой-ой-ой, какой поворот. Затяжной поворот, и тут сразу, да? Так, надеюсь, тут попробуем обогнать. С кем-то там... Так, на 15-й позиции. Отлично. Это неплохо. Уже на 14-й. Так, 5 кругов, да? 5 кругов можно проехать. Будет видео, наверное, минуту даже на 12-15 где-то так. Отстаем мы, отстаем. Впереди нас горожан. Хорошо, сейчас на бордюре там не заехали. Прошу прощения за звуки, это просто Ориджи надо было не выключить. Да, это будет пока пилотный. Так, секунда. Отстаем на секунду. Сейчас должны догнать. Ой-ой-ой, срезал, я срезал. Горожан опять впереди. Да, в эту игру надо еще научиться играть. Как-то и не странно звучит. Так, что-то мне там сейчас сказали по радио на английском, я не понимаю. Хорошо было в 13-й формуле, там были комментаторы на русском. Но, думаю, это скоро тоже будет и у нас в 14-й формуле, так как она только недавно вышла. 2 минуты лучший круг, мы уже круг проехали, 2 минуты. В принципе, достойно. Я играл здесь раньше на этой трассе, но я играл в квалификации. Там лучший круг был у меня минута 51. А что сейчас должны мы повторить, или даже улучшить этот результат? 12-я позиция. Впереди нас Перес. Мы всего лишь на 700-тысячных отстаем от него. Сейчас уже, наверное, меньше даже. Куда можно было включать Грайс, интересно? Посмотрим, сколько он наберет просмотров в это видео, и будем ли мы продолжать играть в формулу. Но мне, даже если наберет мало просмотров, или не понравится, я все равно буду снимать ее, потому что она меня очень сильно доставляет. Начнем, скорее всего, карьеру. За нового гонщика. Так. До сих пор мы не можем догнать Переса. Как я понимаю, догонять... Нет, догонять, догоняем на 100-тысячных быстрее. Проехали круг. Ой-ой-ой, не круг, а дистанцию маленькую. Мы догнали немножко Переса на 100-тысячных. Так. Опасно, опасные повороты в Сочи. Ой-ой-ой. Мне сейчас еще дадут до санкции, да? Я светлый. Нет, ничего не дали. Отлично. Ничего пока не дали. Движется к концу второй круг. Мы догнали уже Переса. Ну как? Минута 53 нормально. Лучший круг наш пока. Блин, как мне доставляет этот раз. Вот особенно справа, вот этот объект олимпийский. Переса опять впереди. Да, что мы не можем обогнать этого мексиканца. Мы ее как-то внешним радиусом пошли мы. И нас обгоняют. Рикардо. Не получилось нас обогнать у Рикардо. Или Рикьярдо. Рикьярдо, да, скорее всего, правильно. Так, на 730 лучше прошли этот участок, чем на прошлом кругу. Так что мы могли видеть... Вы могли видеть это в правом углу. Ой-ой-ой. Все, Рикьярдо нас обгоняет. Был неудачно. Мы вошли в повороты и... Рикьярдо обогнал нас. Третий круг. Третий круг. У ДРС. ДРС включен. ДРС, отлично. И в занос. Да. Эта гонка проиграна. Ребята, просто в занос. В занос включили ДРС. Слишком большая скорость и... Занесло нас... Но все равно 18-я позиция. Думаю, будет где-то сейчас уже 30-я сразу. Ну, нет. Хотя какая 30-я из 22-х. 18-я из 22-х. Сутиль. Сутиль впереди нас. Ой-ой-ой. Хэмильтон. Минута 49. Так, быстро еще не проходил. Я играл в квалификацию. Было самое быстрое. Мое время. Минута... Стоп-то. Минута 51 была, да. Так, давай догоняем Сутиля. По внешнему... Нет, по внешнему. Сутиля. У тебя байки уже никак не получается. Хорошо, что еще не дождевая погода. В Сочи это возможно. Дождевая погода. И заносил бы просто нас всех. Блин, как меня доставляет эта трасса. Сейчас, наверное, гонку эту закончим и еще одну съездим. 18-я позиция не... Очень удачная, конечно, но... Как сами видели, там занесло просто-напросто занесло из-за этого ДРС. Еще вот здесь не очень хорошо поворот я прошел. И вот здесь на бордюр заехал, да. Потому что на плавиатуре играть мне надо либо хотя бы на джойстике, либо, конечно, купить руль. Был бы руль, было бы вообще кайфово. ДРС опять разрешено. А опять нас заносит ДРС. Все. Еще больше не будем даря исключать. Интересно, дадут мне сейчас страхные баллы нет? Так, все. 17-я позиция. Вот там все время врезается. Сзади нас... Ой-ой-ой, нам дотянуть, дотянуть. Финиш, вот он уже. Не финиш, а отсечка. На 8 секунд лучше, чем прошлый круг. Это пока наш лучший круг. Минута 52, 888. Прекрасное время. 16-я позиция. Мальдонава впереди. Что надо догонять. Более на каком-нибудь 12-м или 13-й. Надо возвращать нам свою позицию. Хотя остался вот этот последний круг. И навряд ли у нас это получится. Очень доставляет эта игра. Очень просто. Так, минуту 736... Какую минутку? Секунду 736 мы проигрываем Альдонадо. Думаю, к финишу это где-то отставание будет меньше секунды. Опять на дайкном бордюре. Да, надо привыкнуть еще к управлению. Ну, к управлению, кстати. Я привык уже, но... Где-то повороты. Заходите в повороты. Надо привыкать учиться. Бензина у нас еще нету. Кончается. На секунду хуже кажется, чем... ...прошлый круг. Еще вот так вот чуть не врезались. Юс Кэминтон уже финиширует. Финиш у нас вот с правой стороны будет. Все, дотянули. И, блин, неудачная 16-я позиция. Да не упрят. Так, проиграли, да, 3 позиции я изначально, но... ...лучше круг на 52. Да. Не очень удачно. Наш напарник в команде на 14-й позиции. Ну, давайте еще раз попробуем. Давайте попробуем еще раз скатать гоночку. Так, сразу нормальный старт. Мы проигрываем на позиции. Даже выбрали одну. Райкеннин впереди 11-й. Алонсо. Мы приблизились к Алонсо. Восьмой позиции. Надо пропускать кого-то еще. Какой-то нам... Там давали какие-то штрафные баллы, если бы не пропустили, то мы... Алонсо, уйди. Не видишь, к 5-я и так. 11-й, но я думаю, уже 10-й, я так понимаю. Даже уже 9-й. Врезаемся очень много, но... Что же делать? Пытаемся, пытаемся научиться играть в эту... Научиться играть в эту игру. Так, восьмая позиция. Я только сейчас заметил, что восьмая позиция. Это у нас... Как? Культенберг? Я не знаю. Как признается эта фамилия, но... Факт в том, что мы на восьмой позиции. И это очень не дудно. Мне сейчас дадут? Нет. Все, не дали нам штрафные баллы. Хорошо это. Может, мы там немножко срезали. И тем самым вырвались на седьмую позицию. Чуть-чуть бы и сейчас бы улетели с трассы. Так, минута 59. А прошлые гонки, мы, кажется, начинали с двух, но ничем-то там. Так, что этот круг мы прошли лучше, и это видно по результату. Седьмое место. Филиппе Масса. Впереди бразилец, кажется, он по национальности. Филиппе Масса выступает за команду Феррари. Если мне не изменяет память, это... Хотя, ну, могу я быть и не прав, потому что там уже какие-то все-таки трансферы происходят. Какие-то пилоты переходят из одной команды в другую, так что... Но я помню, что Филиппе Масса выступал за Феррари. Так что, по-моему, он сейчас там тоже остался. Хотя он может перейти в Макларен или бы еще куда-то. Ой-ой-ой. Да, вразилии точно по национальности, а что за команда я не знаю. Да, там очень немного неудачно проехали повороты, поэтому начали отставать от Филиппа намного больше, чем было до этого. Сколько бы, 320 километров в час? 296, 297, 298 было. Ой-ой-ой, опять чуть не занесло. Какой уже второй круг? Успейте, дай только второй круг. Минута 51, 353. Хороший результат. Сколько на самом деле? Минута 52, кажется, на самом деле лучший результат в прошлой гонке. А тут уже минута 51. Я думаю, потом когда-нибудь записать, либо даже сделать стрим, проехать все 60-м, что там 56 кругов по этой трассе, просто ехать, ехать, там всякие боксы заезжать, еще что-то делать. Мне кажется, будет прикольно. Наверное, скорее всего записать. Хотя можно и стрим сделать. Как вы относитесь к этому? Как раз у меня будет время, я пониклую. Кстати, прошу прощения за то, что ролики выходили не очень часто, потому что, ну, сами понимаете, учеба, учеба сейчас у меня. Выпускной класс, и очень сложно писать в этом году экзамен. Так что, как могу, так и выпускаю видео, и, скорее всего, на паниковых будет их очень, просто очень много. Каждый день видео, может, даже поклон. Поэтому подписывайтесь на мой канал APGame, и смотрите ролики по Формуле-1, FIFA-15, вскоре будет уже 13 ноября, или, какого-то, 12-го, PS-15. Также может быть еще такая, меня очень доставляет игрушка, называется Mini Metro, стратегия. Думаю, в нее мы тоже поиграем. Ну, а мы пока прошли круг этот хуже, чем прошлый, на 33... 30-33 сотых, это тысячная такая хуже, на 30-33 тысячных хуже. А зато к массе мы там, сколько было, там секунд, да, к массе мы приближаемся. Но у него болит намного мощнее, чем мой, поэтому он у нас пока идет впереди насочнее. Так, уже 230, 240, 250 километров сейчас было. О, как хорошо сейчас прошел этот поворот. очень доставляет мне эта игра. Просто очень мне нравится. Так, дресс включили, надо сейчас быть аккуратным, чтобы нас не занесло. Отключаем нафиг DRS. Что-то нам там говорят. О, на 2 секунды мы лучше прошли, чем просто пункт. Главное сейчас напрягать все эти 2 секунды. На этих глубинных поворотах. Опять мне тут дают, хотят... хотят дать штраф. Минута 50, 715, да, лучший круг, просто лучший. Минута 50, это мой личный декор получается на этой трассе. Хотя на другой трассе я и не играл. Масса обгоним. Нет, обогнали массу. Наконец-то, 6-я позиция. Но не совсем обогнали, но как будто рядом с нами. Наверное, сейчас пройдет по внешнему, точнее, по внутреннему радиусу. Нет, не пройдет. Прошел. Все-таки прошел. Но на секунду мы все-таки... Даже не на секунду, а на 5 мы обогнали массу. Последний круг. Бензин на исходе. Аккуратно. Хорош. В общем, вся гонка такая получается, что мы гонимся за Филиппом Массой и не можем его обогнать. Точнее, даже обогнали на чуть-чуть, но... Все равно этого было мало. 295, 96, 98. Блин, 98. Никак нам не получалось до 300 до... Догнать... Точнее, ну, довести отметку до 300 км в час. Все время мы останавливаемся на 298. И тут уже Льюз Хэмилтон финишировал. На танцогонке осталось 2 минуты 15 секунд. И надеюсь... Да, что уже надеется? Вот он уже финиш. Что ты радуешься, ребят? Да, 6 позиций все-таки выиграли. 6 позиций со старта. Это достойный результат. В общем, если вам понравится... Так, стоп. Вильямс Рассинг. Рессинг. Вильямс Рессинг. Команда теперь где выступает Филипп и Масса. Так, а Себастьян Феттель в Рейнбулу. Ну, понятно, Рейнбулу. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Плутахин. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте Футбол России. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok